Воздушное, водное и железнодорожное сообщение о работе транспортного цеха отчитался начальник профильного департамента Андрей Шушкин. В этом году возможностью отправиться в отпуск на самолете прямо из Иваново и вернуться обратно воспользовались более 6 тысяч пассажиров. Помимо двух традиционных направлений в Москву и Санкт-Петербург, с учетом пожеланий населения, в текущем году продолжено регулярное сообщение в Сочи и организованы новые рейсы в Симферополь. Обсудили необходимость возобновления международных перевозок. По мнению губернатора, это даст новый импульс развитию аэропорта Иваново-Южный. Кроме того, необходимо увеличить количество направлений и частоту рейсов. Симферополь, Сочи начали летать, не сбавлять, только наращивать. Добавлять. В Анапу летали, летали с загрузкой, перестали летать. Мы даже население наше, уважаемое, просто должны приучить к тому, что, наверное, каждое лето может на юге летать из Ивана. 4 тысячи пассажиров выбрали в этом году для себя водное сообщение по маршруту Кинишима-Плес. На организацию речного движения в 2016 региональной программе предусмотрено 4,5 миллиона рублей. Цены на билеты не самые демократичные. Для детей до 5 лет проезд был бесплатный. Детям от 5 до 14 лет, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, предоставлялись льготы, 50% оплата. В целом билет Плес Кинишима стоил 400 рублей. Если этот билет был и обратный, то стоимость была 700 рублей. В 2017 году Департаменту дорожного хозяйства и транспорта предстоит решить вопрос с причальными сооружениями. Кинишиме, Пучи же, Юрьевцы их необходимо передать для пользования и содержания инвесторам, чтобы в эти волжские города появилась возможность организовать новый водный маршрут. Ускоренное сообщение с Москвой – отдельная тема для разговора. Внедрение мультимодальной перевозки запланировано на 2017 год. Суть проекта заключается в возможности одновременного приобретения в одной кассе билетов на автобусы до Владимира и на скоростные поезда. Достоинством его заключается в удобстве для пассажиров приобретение билетов без дополнительных временных затрат на переезды железнодорожного вокзала на автобусы. Решить вопрос синхронизации автобусных рейсов из Иваново со скоростными поездами «Владимир-Москва» губернатор попросил Андрея Шушкина в течение первого квартала 2017 года. Тем более, что с сегодняшнего дня он стал полноправным начальником департамента и избавился от приставки ИО. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Время исследования поезда.